Венера, приветствую. С возвращением. Знаешь, бой против Мухаммада Кокова. Ожидалось такое противостояние кость в кость. Все закончилось быстро, получил травму. Разговоры буквально сразу начались по поводу того, что ты сломал ногу. Насколько это так, насколько серьезно, потому что достаточно быстро возвращаешься. Сколько? Четыре месяца прошло, да? Ну да, наверное, так. Ну, подозрение было на перелом лодыжки. Повезло, если так можно выразиться. Был только отстяжение. Насколько быстро вернулся обратно в тренировочный процесс? Ну, врач сказал, три недели покоя, дал три недели покоя. Но такие легкие тренировки все равно, потом не удержался, начал. Вот этот период выдержал, все, потом потихоньку начал разрабатывать. А нет сейчас какого, знаешь, ощущения чувства незаконченности? Вот. И хотелось бы еще, может быть, провести поединок с Мухаммадом. Не в каких-то личных целях, а просто вот боя-то не было. Ну да, конечно. Мне, ну, хотелось показать, что я могу ему противостоять. И мне есть, что ему показать. А так, ну, поражение-поражение, согласен, но я ничего не показал. И то, что готовил под него. Ну, просто интересно было проверить свой потенциал на фоне Мухаммада. Ну, и продемонстрировать что-нибудь. А в преддверии этого поединка не общался с Лигой? Потому что Мухаммада тоже достаточно давно не видно было в деле. Почему поединок, например, на этом турнире не с ним? Ну, я не спрашивал. Мне позвонил менеджер, сказал, предлагаю тут такого соперника. Все, почему именно не его, я не спрашивал. Я сразу предупредил. Я думаю, руководство Лиги тоже знало, что если возможен матч Риванш с Коковым, то я согласен. Ну, я бы хотел этого боя, но, видимо, в Лиге неинтересно или в Мухаммаде неинтересно. Когда менеджер позвонил, сказал, что следующий оппонент Денис Силва, первые твои эмоции вообще понимал так, кто это? Или пришлось прибегать к помощи интернета? Пришлось прибегать к помощи интернета, так как не следил. Но еще просто времени оставалось 4 недели. С тренером, когда разговаривал, он говорит, а успеем набрать форму. Я и так хотел в конце декабря выступить, в начале декабря вообще. И потихоньку начал набирать форму, и поэтому, говорит, да, успеем. То есть, по сути, на этот поединок с Денисом ты выходишь на 4-недельном, можно сказать, уведомлении. То есть, достаточно коротко. Ну да. И мы знаем тебя, как, знаешь, такого бойца, который загоняет своих оппонентов именно темпом. Мне до сих пор не укладывается в голове, как в 47 лет можно это делать, такой темп выдерживать на протяжении всего поединка. Удалось ли тебе набрать оптимальные кондиции именно функционально для этого поединка? Ну, на 3 раунда меня вполне хватит. Так что, я думаю, успели съездить на 2 недели в Махачкалу, и там спарринговались. Но именно на спарринге поехали. И, ну, в 3 раунда я удерживался пока. Венер, не молодой спортсмен уже, как удается держать такой высокий темп на протяжении всех трех раундов? Ведь ты действительно молодым парням напротив не даешь дышать в клетке. Вот именно загоняешь их темпом. Какая особенность в тренировочном процессе? Ты такая же, как у тебя. Ну, просто стараюсь во время боя быть максимально расслабленным. Когда ты скован, напряжен, ты быстрее устаешь. Ну, вот это, наверное, основное. Ну, и стараюсь все равно навязывать свой рисунок. Если ты будешь действовать по рисунку у соперника, то ты быстрее устанешь. Потому что его рисунок, это ему так выгодно, значит, не твой рисунок. Все равно надо заставить как-то переламывать ход поединка, чтобы шел по твоему рисунку. Смотрел бои Денниса. Какие бы выделил сильные стороны и слабые? Ну, такой стойкий боец. Ну, терпеливый. Видно, что крепкий физически. Ну, я не много, я всего два поединка его посмотрел. Поэтому видел, что он при желании может и сам побороться, но почему-то не лезет в борьбу, а старается в стойке. Ну, давит, постоянно давит соперников. Да, вот примечательный факт. Большинство твоих побед одержаны нокаутами. Его большинство побед одержаны именно приемами. При этом у него, знаешь, такая манера. Вот он идет, поддавливает, где-то без ударов просто идет. Сам не инициирует борьбу. Можно сказать, что в вашем поединке, в принципе, если ты не захочешь побороться, борьбы-то, в принципе, и не будет. Или все-таки будет вот это противостояние ударник-борец? Ну, все зависит от того, как в ударке пойдет. Если он будет чувствовать, что он в ударке проиграет, наверное, он и захочет. Как, ну, любой спортсмен, если ты чувствуешь, что поединок идет как-то не так, не по твоему плану, что ты меняешь, может, он захочет борьбу добавить. Опасаешься его партера? Ну, конечно, как у любого соперника, я жду возможные, там, что может, ну, опасность в любой ситуации есть от соперника, от любого соперника. В партере, в том числе, даже когда-то сверху. Поэтому, ну, не сказать, что прям я боюсь его партера. Если будет возможность переводить в партер, я буду переводить. А вот стилистически, такой он, знаешь, плотно стоит на обеих ногах, руки достаточно близко держит к голове. Учитывая то, что ты любишь задавать темп, много двигаешься, стилистически удобен для тебя? Ну, на первый взгляд, удобен. Посмотрим, как бой покажет. Мне казалось, что то, что я буду перемещаться, я, ну, получит мне дистанцию контроль, мне проще будет, мне кажется. Но, не знаю, мы больше всегда, не как на бумаге, все по-другому может быть. Венера, и заключительно, всегда интересно, прогноз от тебя на ваш поединок? Прогнозы, никогда не делал прогнозы, тем более на свои поединки. Ну, мне сейчас, можно сказать, некуда отступать. Второе поражение, и тут сразу вопрос у лиги возникнет. Учитывая мой возраст, два поражения подряд, может, и на пенсию отправить, контракт прервать. Поэтому мне отступать нельзя, я приложу все усилия, ну, и думаю, добьюсь своего результата. То есть, можно сказать, что сейчас это главный бой для тебя? Да, и они все бои главные, кажутся вначале, а потом бой проходит, и, оказывается, еще... Ничего такого страшного. Еще и бои поглавнее, ну, ожидаешь. Венера, спасибо тебе большое, желаю успехов. Спасибо.